По-монастырски аскетичны сейчас стены Георгиевского собора Воденцова, покрыты только белой штукатуркой. Но скоро эти кадры станут достоянием истории. Началась роспись церкви. Вот предварительный макет, как здесь все будет выглядеть. Иконография и иконопись – это как священное писание в красках, можно так сказать. И мы, когда завершаем строительство любого храма, роспись, когда тоже завершается, то человек заходит и в храме он погружается в эту благодать. По-хорошему, все пространство перед тремя пределами надо было бы заставить строительными лесами. Но Дмитрий Амелькин, ведущий хозяйственными вопросами храма, вместе с художниками нашел способ не останавливать служение. Мы придумали такие, как назовем их, настилы, которые позволяют просто накрыть купол. Это нам дает и, во-первых, не столько грязи, пыль летит, краска мало где-то капает, что-то такое. Ну и, соответственно, мы за счет этого выиграли большое место, что мы можем продолжать также богослужение. Каждый день художники поднимаются на свое рабочее место, можно сказать, пешком на 16 этаж. Но это только самая понятная стороннему наблюдателю сложность в работе иконописцев. Вот это разноцветное панно, так называемый «выкрас». Сюда наносят краску и смотрят, как она себя ведет. Краска, кстати, в этом деле используется особая, с вулканическими частичками. Должна прослужить как минимум до конца века, пока не придут реставраторы. Надо учитывать то, что при высыхании он немножечко меняется. Мы уже знаем, в какую сторону он будет меняться. Вот этот свет станет немножечко-немножечко потемнее. Нам так и надо. Лилия окончила институт Сурикова по специальности станковая живопись. Когда работать надо по определенным церковным правилам, по канону, она играет вторую скрипку, а первую ее муж Семен. Вместе они расписали десятки церквей по всей стране. В перерывах родили троих детей. Семен отучился в православном университете Иоанна Богослова, монументальная живопись. Его кистью выводится ли Христа, который сейчас уже почти завершен. Образ невозможно писать без молитвы, выучивости. Конечно, когда ты делаешь подготовительную работу, там шпаклюешь, или, честно говоря, грунтуешь, и все исчезаешь. Любобытно наблюдать за работой живописцев. Они будто в состоянии молитвы. Говорят, пока пишут, вспоминают сюжеты писания. Как лучше цветом линии донести их смысл. Иными словами, постоянно думают о Боге. Не может атеист писать в храме, потому что он либо станет верующим, либо он не сможет работать. Мне кажется, так. В старину храмы расписывали годами. Сейчас, конечно, все происходит быстрее. И, как непременно добавляют художники с Божьей помощью, уже на Рождество прихожане смогут сами оценить мастерство иконописцев. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.